Дорогие друзья, сегодня речь пойдет о Людмиле Гурченко, советской и российской киноактрисе, эстрадной певице, народной артистке СССР, Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. Со дня рождения и до начала войны Людмила жила вместе с родителями в Харькове в однокомнатной полуподвальной квартире. Родители работали в Харьковской филармонии. Отец был профессиональным музыкантом, играл на баяне и пел на утренниках, праздниках, а мать ему помогала. Когда началась война, отец ушел на фронт. В 1953 году, после окончания десятилетки, Людмила уехала в Москву, где поступила во ВГИК, который окончила в 1958 году. Людмила Гурченко играла в театре студии киноактера, в Московском театре «Современник», с 1966 по 1969 годы, артистка госконцерта. В кино дебютировала в фильме «Дорога правды». В том же году на экраны советских кинотеатров вышла новогодняя комедия «Карнавальная ночь», в которой Гурченко сыграла главную роль. Фильм имел огромный успех и на многие годы полюбился зрителям, а благодаря роли Леночки Крыловой, актриса стала всесоюзной любимицей и кумиром поколения. «Карнавальная ночь» побила все рекорды проката, в СССР песня «Пять минут» из этого фильма стала своеобразным гимном Нового года. После большого успеха в «Карнавальной ночи» специально для Людмилы был написан сценарий фильма «Девушка с гитарой» в расчете на ее популярность, однако этот фильм не имел такого успеха, после чего за ней закрепился штамп актрисы легкого танцевального жанра. В период с 1959 по 1969 год Гурченко снялась в главных ролях в таких фильмах «Романы и Франческо», «Гулящие», «Укротители велосипедов», «Белый взрыв». Эти картины были сделаны в основном на республиканских киностудиях и не имели большого успеха. В этот же период актриса пробует сниматься в новом для себя драматическом амплуа «Балтийское небо», «Рабочий поселок». До начала 1970-х годов, регулярно снимаясь, Людмила Гурченко продолжала оставаться малозаметной. Успехом у зрителей пользовались в основном эпизоды в фильмах «Женитьба Бальзаминова», «Корона Российской империи» или «Снова неуловимые». Гурченко продолжали приглашать сниматься преимущественно в музыкальных комедиях и фильмах о перетах. Музыкальные телефильмы с участием актрисы выходили один за другим, она с успехом играла и пела в «Табачном капитане», «Соломенной шляпке» и «Небесных ласточках». В 1976 году ее приглашают на главную роль в фильм «20 дней без войны», в котором актриса сыграла одну из лучших своих драматических ролей. Следующей выдающейся ее работой стал фильм «Сибириада», следом на экраны выходит картина «Пять вечеров», в которой Гурченко сыграла роль одинокой женщины, внезапно встретившей любимого человека, с которым ее разлучила война. Гурченко постепенно стала одной из ведущих актрис советского кино. После успеха фильма «Вокзал для двоих» ей присвоили звание народной артистки СССР. Ученица Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, Людмила Гурченко исполнила незабываемые роли в замечательных фильмах «Шаг навстречу», «Мама, идеальный муж», «Полеты во сне и наяву», «Любимая женщина» Механика Гаврилова, «Аплодисменты», «Аплодисменты» и «Рецепт ее молодости», «Моя морячка», «Виват Гардемарины», «Старые клячи», «Любовь и голуби». Людмила Гурченко — синтетическая актриса, ей были подвластны все жанры от «Вадивилля», «Буфонады» и «Мюзикла» до «Мелодрамы», «Трагикомедии», «Военные драмы», актриса прекрасно пела, танцевала, она была и театральной, и эстрадной актрисой. Но ее любовь и жизнь были отданы кинематографу. Первым супругом актрисы стал Василий Ордынский, кинорежиссер. Во второй раз Людмила пошла под венец с Борисом Андроникашвили, сценаристом и историком. В 1959 году у них родилась дочь Мария. Третий муж — актер Александр Фадеев, приемный сын писателя Александра Фадеева. Четвертый муж — певец Иосиф Кобзон. Пятый — музыкант и аккомпаниатор актрисы Константин Купервейс. Вплоть до своей кончины Людмила Марковна была замужем за продюсером Сергеем Сениным, с которым познакомилась во время съемок фильма «Секс-сказка». Людмила Гурченко ушла из жизни вечером 30 марта 2011 года в Москве. Людмила Марковна Гурченко — народная артистка СССР, актрисе присуждена государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых за художественный фильм «Старые стены». Орден за заслуги перед Отечеством второй степени за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность. Приз «Золотой орел» за лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Маниле за роль в кинофильме «Любимая женщина-механика» Гаврилова. Приз за лучшую женскую роль на 16-м всесоюзном кинофестивале в Ленинграде за роль в кинофильме «Вокзал для двоих». Лучшая актриса 1983 года по результатам опроса журнала «Советский экран». В родном Харькове именем актрисы названа улица Людмила Гурченко, на здании школы, в которой она училась, помещена мемориальная доска. 19 июля 2018 года в Харькове открыт самый большой памятник Гурченко.